В Испании есть много фишек, которыми можно удивлять туристов, представляя определение «самый-самый», номер один. Сегодня мы едем искать кофе. Чем вас можно удивить в контексте кофе? Если я скажу, что в Испании самый вкусный кофе, это будет неправда. Это будет какая-то субъективная характеристика. Сказать, что в Испании потребляют больше всего кофе, тоже неправда. Больше всего кофе потребляют в Финляндии. 12 кг на душу населения в год. Самый большой в мире экспортер Бразилия поставляет треть всего мирового потребления этого напитка. А где же тогда Испания? Как она успела отметиться на кофейной карте мира? Есть идея? Испания, как оказывается, является единственной европейской страной, которая выращивает кофе. Правда, объем производства кофе Испании стремится к статистической ошибке на мировом уровне. Всего-то пару тысяч килограмм в год. Но именно это и делает этот кофе столь экзотическим и интересным продуктам. Итак, мы едем в крошечный городок Ахаэто, в 30 километрах от столицы острова Ганканай, в котором живет аж целых 4 тысячи человек, но в котором не просто есть несколько кофейных плантаций, но даже есть специальная ассоциация производителей кофе. Нас встречает владелец одной из таких плантаций. Далеко не самый раскрученный среди туриста, но зато очень типичной семейной финки, то есть фермы, которая называется Кафе Платине. Хозяина зовут Сантьяно. Он рад показать нам свою плантацию, на которой растет аж целых 1 килограмм кофе в год. Нетрудно посчитать, что ферма производит всего лишь 320 килограммов кофе. Купить этот кофе можно только на островах, здесь на Ганканаре и на реках. И невозможно ни на материке, ни уж тем более за пределами Испании. Кроме кофейных деревьев, Сатьяно показывает нам еще 40 разных других культур. Вот мандарины, манго, лимон, лайны. На самом деле, Канарские острова это острова открытий для меня, даже о таких-то вещах, которые, казалось бы, знаю хорошо. Ну вот, например, что это такое? Это лимон? Нет, это не лимон, это лайны. Но при этом посмотрите на его цвет, на цвет его кожуры. Видели такой лайм? Оказывается, все лаймы собирают зелеными. И вот те лаймы, которые мы там бросаем в какой-нибудь мохито или коктейль, они зеленые. А вот это вот настоящий спелый лайм. Пробую спелый лайм первый раз в жизни. Необычно. Немножко горьковатый. Такой апельсиново-лимонный, горьковатый, сильно горьковатый, горьковатый. И нет, не только дегустировать, но даже и обжаривать кофе собственными руками. Вау! Какой бухтый! Я жарил дома кофе. Это было лет приблизительно 20 назад. Все сгорело. Вот так вот жарят кофе здесь, на Ислас-Канаре, то есть на Канарских островах, в самых-самых традиционных местах. То есть это такая домашняя обжарка со специальной формой, на обычной плите, со специальной... Он говорит, нужно быстрее, а то сейчас опять все сделает. Я ему не рассказывал, что 20 лет назад я всегда дома все это самое, пожег. Сантехо не скрывает, что любопытные туристы до него являются тоже значимым доходом. В день, вне силы до него доезжают десяток интересующихся, а в высокий силу эта цифра может быть и в три раза больше. За экскурсию с дегустацией хозяин взимает 10 евро с человека, что на мой взгляд искренность и любовь к своему делу в этой экскурсии с лихвой перекрывают эту скромную сумму. Этот канал авторский и можно сказать даже личный. Тут я рассказываю о книгах, о путешествиях, о жизненных выводах, об уроках, а также время от времени публикую интервью с достойными людьми. Если вы впервые на этом канале и вам нравится то, что вы видите, не стесняйтесь, подписывайтесь, нажмите на кнопку подписаться и на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления о новых видео на этом канале. Субтитры создавал DimaTorzok